Телескиви Люди, которые это начинали, черпали вдохновение в Берлине, что вполне естественно. В Берлине много бывших производственных зон, которые утратили свою первоначальную функцию и были перестроены. Конечно, возникли мысли, что можно заняться творческим предпринимательством и здесь. В Берлине было много домов-сквотов, которые функционировали за счет творчества. Это вдохновляло. После этого мы начали путешествовать и смотреть, как подобные зоны развиваются в других местах. Были поездки в Финляндию, Лондон, США и так далее. Путешествовали мы довольно много, но именно из Берлина и Лондона пришли основные идеи. Это была закрытая зона. Завод имени Калинина был частью советской оборонной промышленности. А сейчас сюда может прийти каждый. Здесь можно как потреблять искусство, так и творить самому. Или просто хорошо проводить время за столиком одного из кафе. Резиденты в городке само собой творческие. И ни шум проезжающих поездов, ни крики гуляющей богемы за окнами их не смущают. Творчеству это не помеха. Летом здесь особенно круто, когда перед Эвхоны собирается толпа людей. Они едят, музыка играет до позднего вечера. Это так здорово. Атмосфера потрясающая. Кайри Катман работает в большой фирме. Автолиски появляется на 2-3 дня в неделю, чтобы творить для себя. Кайри – дизайнер по текстилю, делает одежду из вторично используемого сырья. А еще Кайри – парикмахер. Здесь потрясающая атмосфера, способствующая творчеству. Гулять по крышам – это прекрасно. Робарвара находится на крыше так называемого красного здания в Телескиве. В своем нынешнем, полуразрушенном виде это здание находится в последний год. Скоро здесь все изменится. В красном здании, где проходят многочисленные концерты в летний период, зимой нельзя, отопления нет. В ближайшие месяцы начнется ремонт. Какие-то площади дадут под конторы, но львиная доля пространства останется все-таки за культурой. В Телескиве все развивается постепенно. Мы достаточно редко перестраиваем здание целиком. Обычно кто-то приходит со своим интересом, хочет себе студию или галерею. Тогда мы начинаем договариваться, смотрим, что он хочет сделать, обсуждаем, приходим к общему пониманию и готовим для человека подходящий угол. По мелочи в Телескиве постоянно идет какая-то строительная деятельность. Например, мы собираемся заняться окрестностями вокруг площади Телескиве и поставим там маленькие боксы. Особые отношения у творческого городка с художниками. Арт-объекты здесь повсюду. Приверженцы граффити получили полную свободу творчества. А муралы, то есть масштабные художественные работы в размер всего фасада – особенная гордость. Художники сами приходят к руководству творческого городка, чтобы получить разрешение на свой арт-проект. У нас есть команда, которая называется «Невидимая стена». Я лично сверлю. Я работаю с камнями. Мне нравится бурить земную материю или лед. Ученые делают это, чтобы лучше понять окружающую среду. Что происходит с землей, почему она меняется. «Невидимая стена» – это поп-ап-выставка немецких художников, на открытие которой мы случайно попали. В прозрачном пространстве можно не только насладиться искусством, но и спрятаться от капризной эстонской погоды. В Телескиве все для людей. Мне кажется, что это альтернативная зона. У нее есть творческие составляющие. Это меняется, но остается альтернативным. Все эти кафе, другие места – это что-то особенное. Творческий городок Телескиве – самый крупный творческий центр в Эстонии. Здесь мы развиваем три вида деятельности. Во-первых, это маленькие студии и конторы, в которых сидят архитекторы, дизайнеры, художники, организаторы фестивалей и музыканты. Во-вторых, это некоммерческие организации. Например, здесь находится союз цельвых учреждений. Эти организации занимаются темой интеграции, образования, благоустройством. НКО сделаем, например, здесь. Третья часть – публичная. Кафе и рестораны, куда может прийти публика. Это самая коммерческая часть. А еще здесь театр Ваба-Лава, независимая танцевальная сцена, клуб разных комнат, который является мультимедийным театром, галереи и пространство для мероприятий. То есть культура, НКО и творческий бизнес. Творческий бизнес – это здоровое приложение к культуре. Великие произведения рождаются в уютных кафе, а пестрый ассортимент товаров притягивает к себе неординарную публику. Все это в Телескиве присутствует. И клиенты, и творческие предприниматели чувствуют себя здесь хорошо. У нас здесь был один из наших партнеров, которым мы продавали чаи. И в какой-то момент партнер предложил нам взять в субаренду магазин. Мы как бы согласились. Это было примерно полтора года назад. И так вот мы потихонечку развивались, развивались. В итоге партнер наш решил передать нам всю аренду, и мы ее с удовольствием взяли. На данный момент нас все устраивает, все есть. Публика отличная, клиенты отличные, партнеры отличные. Все здесь замечательно. Если вы придете сюда, я думаю, вам здесь понравится. Придем, обязательно придем. За два года существования программы Ра Барбар снимала в творческом городке Телескиве особенно часто. Здесь происходит грандиозное количество культурных мероприятий. Здесь заработают художники, дизайнеры и творческий бизнес. Здесь можно встретить людей со всего света. Одним словом, с днем рождения Телескиве, долгих лет жизни.